Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбираться с текстом The Waiting Anniversary. И ссылки на само чтение текста я поставила в описании видео. А сейчас моя задача сделать вот эти упражнения, шестое, седьмое и так далее, и так далее. Всё это просмотреть и, возможно, даже дотянуться до спикинга. Ну да ладно. Итак, первое упражнение, шестое. Моя задача здесь, нужно вставить слова в пробелы. Ну, здесь, я думаю, достаточно всё лежит на поверхности. Смотрим, что у меня есть. И так, it is, наверное, like, или it looks like. Посмотрим, есть ли у меня looks. А looks у меня нет, но у меня есть sounds. Слово sounds. Отлично, это то, что мне нужно. It sounds like. Вот таким образом. Едем дальше. Далее у нас the чего-то там door. Я думаю, это front door у меня будет. Да, скорее всего front door. Правда, я не вижу, где это. Ага, вот оно, front door. Точно. Front door. Далее, local, по-видимому, taxi service. Я так подозреваю, taxi. Местный сервис такси, или местная служба такси, мы говорим. Можно сказать, что taxi service. Служба такси. Едем дальше. N или E. Пойди его знай. Так, скорее всего, здесь будет слово букет, я подозреваю. Поскольку цветы. Ну, скорее всего, букет цветов имеется в виду, наверное. Букет. A bouquet of flowers. Здесь не будет N, потому что слово букет начинается на B. Далее, что мы здесь имеем? To чего-то там once clothes. Так, ну что здесь может быть? Ну, наверное, переодеться. Сменить одежду. Посмотрим, есть ли у меня здесь слово... Да, здесь слово change у меня есть. Поэтому я смело ставлю change. To change one clothes. Если я такое слышу, то это значит переодеться. Обратите внимание на слово once. Это, скажем так, заглушка для какого-нибудь притяжательного местоимения. То есть, это может быть his, это может быть hair, это может быть my, это может быть всё, что угодно. И дальше будет слово clothes. Переодеться. Едем дальше. Чего-то там. Так, чтобы это могло быть интересно. Так, anniversary мне не подходит. Ticking. Ага, тикающие часы. Ясно. Clock ticking. Тикающие часы. Далее, что у меня осталось? Какой-то day. Wedding day, наверное. День свадьбы, я так думаю. Wedding day. Далее. To чего-то in amazement. По-видимому, охнуть от изумления. Я просто... Здесь ничего другого просто не подойдёт. Поэтому я ставлю gasp. To gasp. In amazement. И далее... Так, далее опять у меня wedding. Странно, что же мне здесь подойдёт? Так, wedding у меня уже использовано. Ага, anniversary у меня есть. Ну что ж, скорее всего здесь будет anniversary. Годовщина свадьбы. Почему бы и нет? Вот таким вот образом. Ну что ж, идём дальше. Подчеркните правильный вариант. Ну что ж, хорошо. Сейчас подчеркнём правильный вариант. Tom was alone или lonely in the shop when the robbers walked in. Tom был один в магазине, когда вошли грабители. Значит, здесь у меня будет, естественно, alone, а не lonely. Alone. Один. То есть, Tom был в магазине один. Если я поставлю lonely, если бы было lonely, то это было бы одинокий. Согласитесь, что один и одинокий – это разные вещи. Далее. Далее. All the boys' toys were то ли laying, то ли lying on the floor. Итак, все игрушки мальчика лежали, по-видимому, на полу. И здесь у меня будет lying on the floor. Лежали. Они laying, укладывались. Далее. Ну, здесь есть соображение здравого смысла. Поскольку шёл сильный дождь, они, по-видимому, отменили, они изменили свою поездку. Поэтому здесь явно будет cancelled. Далее. Your watch does not show the correct time, по-видимому. Ваши часы показывают неправильное время. Или дословно не показывают правильного времени. Здесь будет слово time, а не hour. Потому что hour – это час. Час в смысле 60 минут. Это не более чем единица измерения времени. Далее. She looks very known, или familiar to me, Josh said. Она выглядит знакомой мне, сказал Josh. Итак, что мы здесь можем поставить? Здесь будет familiar. Familiar – это знакомый. Тогда как known – это известный. Ну, согласитесь, есть разница. Ноун – это известный. Я его здесь напишу. Известный. Едем дальше. Следующее, восьмое. Нам надо поставить правильные предлоги. Значит, так. Это все слова из текста. Поэтому можно себя проверить по тексту, посмотреть. Те ли предлоги я поставила. Я буду ставить в зависимости от того, что первое мне придет. Какое первое мне, как говорится, я увижу. Итак, waiting for her husband. Ждать своего, если дословно, ожидая своего мужа. Далее, следующее у меня call for. Опять же, for a taxi. Вызвать такси. Далее, to tell somebody. Чего-то там. Something, наверное. About. Я так подозреваю, что здесь будет about. About something. Так, что у меня здесь еще? Так, что я точно знаю? Turn on the light. Включить свет. Выключить свет. Пойди его, знаешь, что здесь имеется в виду. Я напишу два варианта. On и off. Turn off the light. Turn on the light. Далее, вернусь к первому. И я смотрю, что здесь будет night. Значит, по-видимому, at night. Ночью, то есть. Следующее. Так, sit the stairs. Ага, сидеть на лестнице. Ну, я думаю, что здесь sit on the stairs. Больше я не знаю, что здесь поставить. Sit on the stairs. И что здесь еще? Somebody's wedding day. Чей-то день свадьбы. Ну, наверное, в день чьей-то свадьбы, я думаю. Значит, здесь тоже будет on, кстати. On somebody's wedding day. Вот таким вот образом. Если, допустим, ситуация, может быть, когда вы не знаете, какой предлог поставите или сомневаетесь. Это все выражение из текста. Поэтому все вот эти вещи, абсолютно все вот эти вот предлоги, они находятся здесь. Ну, придется перечитать текст, пересмотреть. Но, поверьте мне, они все там должны присутствовать. Едем дальше. Следующий у меня speaking. И, возможно, я смогу чего-нибудь тут сказать. Используя фразы из списка и картинки со страницы 26-й. Перескажите рассказ. Ага, ясно. Картинки со страницы 26-й. Это тот же самый рассказ The Waring Anniversary, только в картинках. И, в принципе, можно его пересказать, ну, просто глядя в эти подсказки. И, опять же, все то, что здесь, все это было в тексте. Поэтому можно сказать, she was watching TV when she was alone at home, допустим. Или что-то в этом духе. Или on her own at home. Suddenly the doorbell rang, допустим. Внезапно позвонили в дверь. She saw a young woman in white. Ага, здесь дальше даже так можно сказать. She saw a young woman dressed in long white dress. Ну, чуть-чуть не очень красиво. Наверное, будет лучше сказать, she saw a young woman wearing a long white dress. Так оно как-то понятно. И дальше можно продолжить. Вот таким вот образом. Таким образом я покрыла сразу три выражения. Young woman in long white dress in a bouquet of flowers. Далее. She asked to call for a taxi. Допустим, такое может быть. Значит, она попросила вызвать такси. Дальше там... Я не помню уже, как звали главную героиню рассказа. Поэтому я сейчас... Так. Дженнис. Ага, Дженнис. Дженнис called for a taxi. Можно сказать так. И далее. Suddenly the woman disappeared. She wasn't there. Что-то в этом роде. Дженнис saw the bouquet of flowers lying on a dormant. Вот таким вот образом. Далее. Canceled the call. Отменила звонок. И так далее. И так далее. То есть вам не обязательно составлять такие же длинные предложения, как в тексте. Вы можете делать их односложными. И еще, как видите, можно 2-3 словосочетания вогнать в одно предложение. Вот таким вот образом. Скриншот всего этого, всей этой страницы будет по ссылке в описании видео. Равно как и ссылка на сам текст, также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. армагир, который мне Espero. Спасибо за внимание.